Суд Китайской Народной Республики оставил в силе смертный приговор для бывшего магната горнодобывающей промышленности страны. Слушание проходило в провинции Хубэй. Люхань подавал апелляцию на приговор, вынесенный в мае, но она была отклонена. Это дело в отношении бизнесмена такого уровня является для Китая большим событием. Бизнес в стране, по сути, сосредоточен в руках самих чиновников или их семей. За последние 10 лет подобных громких приговоров в КНР не выносили. Дело магната Люханя связано с чередой громких коррупционных расследований, начатых в последнее время в Китае. Нынешний лидер КНР Си Динпин ранее объявил кампанию по борьбе с разграблением казны и взяточничеством. Однако, как считают эксперты, на самом деле внутри Компартии ведётся борьба за власть между двумя негласными кланами. На скамье подсудимых рядом с Люханем было ещё 36 обвиняемых. Всем им обменяют организацию мафиозной банды и совершение убийств. Как предполагается, Люхань был соратником одного из когда-то самых влиятельных партийных функционеров – Джоу Юнкана, а также его старшего сына. Ныне Джоу, который входит в один из противоборствующих кланов партии, также находится под следствием. Ранее китайские суды уже выносили приговоры в отношении других протеже Джоу Юнкана. Среди них – Цзян Зиминь, бывший глава контролирующего органа всех государственных предприятий Китая. Суд также оставил в силе смертный приговор для младшего брата-бизнесмена Лювея. Теперь это должен утвердить Верховный народный суд КНР.